То, что глобальная сеть опутывает весь мир для энергетиков, не метафора. Новые нити оптоволокна на своих опорах находят регулярно. Именно находят, потому что провайдеры часто протягивают их без ведома энергетиков. У нас есть перечень опор, на которые не решается подъем. То есть они дефектны, то есть на них нельзя вешать оптику, они вешают. Также надо соблюдать габариты от земли и от фазного провода. Нелегальные провода мешают энергетикам во время ремонта своих линий. Размещая оптику на ЛЭП, самовольно провайдеры создают аварийные ситуации и рискуют жизнью, ведь можно попасть под напряжение. Кроме того, они отказываются от арендной платы. Как рассказали в Алтайэнерго, сети в крае и Республике Алтай изношены на 80%. Средств на их обновление, заложенных в тариф, не хватает. Поэтому дополнительный доход важен, даже если это около 100 рублей за использование одной опоры. Впрочем, на провайдеров больше действует судебный иск или вовсе крайние меры. По республике Алтай у нас был инцидент о том, что провайдер не желал вступать в договорные взаимоотношения. Был произведен частичный демонтаж в селе Майма. После чего оператор связи, скажем так, вышел с инициативой о заключении официального договора. Однако такая практика на Алтае скорее исключение. На этой карте красным линии электропередачи, где оптоволокно проложено по договору или документы в стадии оформления. Это около 100 тысяч опор. И что важно, отмечают в компании, этот список пополняется быстрее, чем список нелегальных подключений. Николай Потешкин, Алексей Фризин. День с толком.